Автомобиль Хади 34 у нас был создан в 2009 году. В чем его уникальность для Украины, в том, что это первый в Украине созданный автомобиль с несущим кузовом типа Monococ. То есть это пластиковый автомобиль, которым к пластику, к композитному материалу крепятся все основные детали. Там есть штурвал, который располагается, вот как раз так, чтобы удобно вращаться. Специфические соревнования подверждают то, что вы, естественно, чтобы автомобиль стартовал, вы заводите двигатель. Кикстартером это происходит, то есть механическим усилием руки. Дальше двигатель работает какое-то маленькое количество времени, там секунд 20-30-40, в зависимости от специфики трассы. Вы его глушите и значительную часть времени вы преодолеваете накатом. Вы смотрите, у вас скорость снизилась до такого-то предела. Опять заводите двигатель. На несколько секунд он отрабатывает, разглядит автомобиль. И дальше вы выключаете двигатель и опять едете накатом. И вот в таких циклах, собственно, и происходит ваша работа как пилота автомобиля. Нам необходимо было решить вопрос по поиску 50 тысяч гривен. Специфика вот этого спора средств заключается в том, что вы сразу оговорите эту сумму, которая вам необходима, и срок, за который вы должны ее собрать. Самую минимальную сумму, которая нам была необходима, мы указали. А потом мы ее набрали буквально и указали месяц. Набрали мы ее меньше, чем за 20 дней. То ли за 17, то ли за 18. Мы набрали 50 тысяч гривен. И это и та поддержка, которая была, это было колоссально. Супер, канадцы приютили. Поляки дали каких-то запчастей. Россия не транспортировали. Девочка из Америки подсказала, скажем, путь, как раздобыть какие-то сувениры. Ну, это фан, это драйв, все это мероприятие. Это классный пример международной дружбы. В этом году соревнования «Шелк и Марафон» проходили в Лондоне по трассе, проложенной по улицам города вокруг Олимпийского парка Краева Елизабет. Соревнования, они, на самом деле, если взять полную расшифровку и дословный перевод, соревнования «Шелк и Марафон», о чем они? Они об энергоэффективности. То есть, они об эффективном использовании энергии. Соревнования проводятся среди вузов европейских. Главным результатом участия нашего в этом году стал вот этот кубок за лучший командный дух, за волю в победе. Таких кубков было 5 всего на соревнованиях. Каждую победителю в каждом классе плюс 2 за внетрассовый конкурс, так называемый. Вот наша воля в победе, и есть еще конкурс коммуникации. Вот мы стали из 225 команд, мы вошли в пятерку лидеров. Но пока только за силу духа, но результат не достать себя ждать.